Всем привет! И в этом видео я вам хочу показать рецепт теста, которым еще пользовались наши деды. Оно очень эффективное, бюджетное и легкое в изготовлении. Так сказать, дедовский метод. Тесто делается из мякоти, от которой вся карповая рыба сходит просто с ума. Это тесто я набиваю в кормушке чаще всего, но в некоторых случаях можно и одевать его на крючок, используясь как насадку. Итак, перейдем к его изготовлению. Итак, первый ингредиент это у нас вареный картофель. Нам понадобится одна штука. Перекручиваем. Вареный картофель очень любит карп, карась. Думаю, так вы это знаете и без меня. Вот она полезла мякоть, которую просто обожает рыба. Вторым ингредиентом будет кукуруза. Ее можно брать сырую с початков, либо консервированную. Точной пропорции я вам не могу сказать, сколько нужно добавлять кукурузу, так как консервированная более увлажненная будет. А кукурузу с початков немножко посуше. Вот она и кукурузная мякость пошла, которую карп просто обожает. Если вы планируете использовать как прикормку, набивая в пружины, то этих двух ингредиентов вполне будет достаточно. А если хотите еще использовать и как насадку, то нам понадобится третий ингредиент. Это черный хлеб. Повторяю, все ингредиенты на глаз. Я примерно знаю, сколько надо добавлять уже каждого ингредиента. Вы уже для себя потом выявите это все опытным путем. Вот и хлебушек наш полез уже. Итак, все, все наши ингредиенты перекручены. Теперь нам остается только все перемешать и сделать однородное тесто. Начинаем все перемешиваться. Запах просто обалденный кукурузный стоит. Больше всего выделяется на этом фоне. С хлебом такое тесто будет гораздо лучше держаться и на крючке, и в кормушке. Итак, вот такое вот тесто у нас получилось для рыбалки. Из мякоти, которую очень любят и карп, и карась, и сазан. Больше, конечно, это тесто подходит для забивания в кормушке. То есть берем вот и просто забиваем в кормушечку. Также чаще всего я применяю тесто в оснастку «Убийца карася». Такая вот модификация интересная. Тоже кому интересно, как это сделать, можете посмотреть на канале. Ссылку оставлю внизу в описании. В одну кормушечку и в другую. На дальний заброс это тесто не подойдет на крючки, если мы будем одевать. А на поплавочную удочку вполне подойдет. Сюда я чаще всего одеваю съедобный пенопласт. Тоже рецепт изготовления съедобного пенопласта можете посмотреть у меня на канале. Все интересные ссылки будут внизу под видео. Давайте даже, наверное, сейчас на крючок одену. Покажу, что держится и никуда не спадает. Напомню, не на дальний заброс, а на поплавочку. И вот. Тесто держится отлично. Думаю, всем это видно. Никуда оно не спадает. Для поплавочной удочки в самый раз. Как мы видим, вода уже помутнела у нас от нашего теста. И это будет привлекать рыбу, которую мы ловим. Вот такое вот несложное и эффективное тесто получается. Кто уже пользовался данным тестом, пишите в комментариях, как вы его использовали. Знабивали ли в кормушке, либо одевали на крючок. Какие были результаты, тоже обязательно пишите. Кому понравился рецепт, обязательно его используйте. Всем пока!